Приветствую, друзья! Меня зовут Александр Шульга, и сегодня у меня в гостях Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель. Михаил, приветствую вас! Здравствуйте, Александр! Ну, уже почти неделя у нас, фактически неделя прошла с этих, по-украински можно сказать, векопомных событий. И какие выводы можем сделать, скажем так, Россия стала сильнее или слабее от этого? То есть, с одной стороны, пропагандисты говорят, вот смотрите, все сплотились вокруг лидера, система устояла, а с другой стороны, наоборот, говорят о том, что показали свою слабость, свою раскоординированность, эгоизм и прочее, и прочее. Вы к какому больше полюсу? Ну, ко второму, конечно. Значит, первое. Нет, она не изменилась, Россия. Россия не может измениться за сутки. Россия, в общем, достаточно большая страна, и она меняется постепенно. Поэтому то, что произвели эти сутки, эти там, условно говоря, 24 часа примерно, или сколько там длилось это восстание, они высветили, показали, они не изменили Россию. И вот что они показали? Вот это как бы вопрос только, да, остается. Мне кажется, что они показали следующий пункт первый, что на территории, которая называется Россия, государства нет. В принципе, его там не существует. Вот государство ни в каком понимании этого слова. Не то, что там плохое государство или хорошее, крепкое или некрепкое, как раньше обсуждался все время вопрос, а вот это устойчиво или неустойчиво, так его нет. В критический момент, а это был критический момент, когда некие люди захватили, в общем-то, по населению, по территории примерно столько же, сколько Россия захватила у нас. Потому что там Ростов это миллион, плюс Воронеж миллион, плюс еще вся дорога, там, короче, несколько миллионов населения и так далее. Оказались в руках неких бандитов, ну так скажем, да, каких-то убийц. Где было в этот момент российское государство? Ну, если бы оно было, оно должно было себя как-то проявить. Давайте вспомним, как оно себя проявило. В Ростове было сопротивление? Не было. То есть просто город миллионный Ростов был взят без какого-либо вмешательства со стороны государства. Поддерживали ли на улице порядок какие-то органы власти города Ростов? Нет, не поддерживали. Или Ростовской области, были ли там полицейские? Нет, все разбежались, никого нет. Дальше вся эта колонна шла на Москву, по дороге ей никто не оказывал сопротивления, кроме самолетов. Да, несколько самолетов и вертолетов. И то, как один самолет, который был сбит, он, как выяснилось, был разведчиком, ничего не оказывал. То есть оказывала парочка вертолетов, которые были сбиты. Больше никто. То есть просто все время следования. Там вообще-то было 4 области, по-моему, или 3, в которых были губернаторы, Росгвардия, полиция, ну, армия, понятно. Ростовская, Воронежская, Липецкая, Тульская, а потом уже только Московская. Да, 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 там еще Калужская, по-моему, если я не ошибаюсь. Могли туда, мимо нее еще. Мы бы еще проехали, да. Значит, дальше. Этих и таким образом не было. Теперь, когда это военный мятеж, то, по идее, есть армия, которая может этому противостоять. Ее не было. В каком смысле? Министр обороны сбежал. Начальник штаба сбежал. И они без боя отдали штаб своей войны. То есть вот та война, в которой мы воюем, у них есть штаб. Они из него сбежали, и штаб этот отдали вместе со своими военачальниками. То есть замминистра обороны остался в заложниках, потому что его никто не стал спасать, защищать, эвакуировать. Никто. Дальше центральная власть. Значит, президент страны сразу убежал. Просто сразу убежал. Он никому не дал никаких инструкций, ничего не сказал, как делать. Я сейчас имею в виду публично, да. Я помню прекрасно утро 24 февраля. В 4.30 началась война, а в 6 утра выступил президент Зеленский. Со словами, что делать. Он прямо сказал, значит, так как он же президент, это было абсолютно логично. Он вышел и сказал, значит, так, те, кто не участвует в обороне, попрошу вас сейчас оставаться дома, из квартир не выходить. Те, кто... и так далее. Значит, Путин никому ничего не сказав, убежал. Убежал, причем так, как обычно бегают наркобароны. То есть он выключил транспондеры на своем самолете. То есть, летя над своей собственной стороной Российской Федерации, президент Путин прятался от своего собственного ПВО и от своей собственной армии. И от своей полиции, и от всех. Потому что он не знал, кто его убьет. Дальше. Ну, понятно, что бежало все высшее руководство, тут перечислять даже долго не будем. Росгвардия растворилась. И теперь объясняют, что она собиралась защищать Москву. То есть, прямо говорит Росгвардия начальник, что он планировал защищать только Москву. А всю остальную Россию нет. Значит, нет никакого государства. Ну, где оно проявило себя? Хоть в чем-нибудь. Хоть в каком-нибудь. Вот вообще, как хотя бы одним движением. Вот. И я думаю, что это просто увидел весь мир. То есть, это самое важное даже, ну, мы могли об этом догадываться. Могли догадываться, дискутировать. Вот я дискутировал. Я все время говорил, что там государство, мне кажется, нет. Мне спорили и приводили аргументы. Почему оно там есть? Просто оно неправильное. И это был спор, в общем, на равных. Потому что у меня тоже не было стопроцентных доказательств, что государства в России нет. Теперь есть такие стопроцентные доказательства. Каждый из этих людей, которые сегодня считаются руководителем неких ведомств, или структуры, или ветвей власти, защищал свои личные интересы. Ни один из них не защищал интересы государства. Каждый либо спасал свою жизнь, либо свои деньги. Но не было ни одного человека в России, кроме Суровикина. Это самое смешное. Потому что он командующий ВВС. Это были его вертолеты. Который спасал государство, а не себя. Вот ни одного. Все. Один человек Суровикин. Больше никого. Ну и не слабо. Михаил, а теперь давайте про Суровикина. Теперь вот Суровикин Шрёдингера. Суровикин в СИЗО. Суровикин в каком-то одном секретном месте. Суровикин дома. Суровикин на работе. Очень много домыслов. И действительно, давайте начнем именно с вашего впечатления. От его заявления. Он один из первых записал заявление. Дескать, не по пути. Это плохо. Я не поддерживаю. И вот мое впечатление было такое, что его подставили. Вот он уставший, раздраженный и понимающий, что его подставили. У вас сложилось впечатление, что еще тогда он понимал, что его подставили? Нет. Я как раз думаю, что он действительно был соучастником этого процесса. Когда сейчас говорят западные СМИ, они не говорят, что он был участником восстания. Говорят, что он планировал, участвовал в планировании этого восстания. Я думаю, что да, участвовал. Но он был не согласен с тем, что его надо начинать. Просто не согласен. Поэтому он первый, действительно, именно первый обратился. Самый первый. С тем, что нет, нет, это неправильно. То есть это раскол внутри заговорчиков, я думаю. Суровикин, собственно, первый сказал, что нет, не надо. Сказал это публично. Что надо как-то делать. А зачем планировал? Михаил, сразу вам могут опанировать. А зачем планировал тогда? Когда мы планируем с вами военный переворот, например, мы с вами будем планировать. А потом вы скажете, Михаил, давай сегодня начинаем. Я скажу, Александр, нет. А, фальстарт. Вы имеете в виду фальстарт? Нет, мы не готовы. Это неправильно. Надо выдвинуть политические требования. Не так надо начинать. То есть мы не договорились, как делать. А этот все равно пошел. Поэтому Суровикин вышел его останавливать. Это наиболее вероятно мне так выглядит. Ну, даже в своей речи Суровикин сказал, что надо же Путина защитить. То есть если бы он считал, что какая-то должна быть другая политическая декларация или что-то другое, переворот. У них они разошлись во мнениях. И Суровикин не просто на словах. То есть на словах он сказал, что надо вокруг президента что-то там сплотиться. И он же поднял воздух, собственно, вертолета и стал что-то бомбить. О чем много раз говорил Пригожин. То есть почему мне так кажется? Потому что Пригожин много раз говорил. Вот упоминал эти самолеты и вертолеты. Еще вот прямо он только когда стартовал из своего этого лагеря в ДНР. Или в ЛНР, не знаю где он точно. Лагерь. Он сказал, мы и по дороге будем сбивать, если над нами будет что-то летать. Он прямо первым это сказал. В первом же обращении. Дальше он стал говорить, вот мы вышли, летчики отказались нас бомбить. Потом сказал, мы захватили ростовский аэродром, чтобы не взлетали нас бомбить. То есть он про это все время говорил. Это было явно очень большое противостояние. Я думаю, что это была одна из причин капитуляции Пригожина в том числе, потому что Суровик не пришел на его сторону. Ну да, если бы у них еще были ВКС под их началом, у заговорщиков, это другой был бы вообще фасон. Конечно, абсолютно. Теперь дальше. Да даже хотя бы, если бы они просто не противостояли. Им просто даже сидели бы на аэродромах и все, сказав, что не, мы не будем. И это же не первый раз уже. Кстати, второй переворот в России, первый такой же, вот прям с той же самой проблемой, случился переворот, вы будете удивлены. Но 30 лет назад, 1993 год, вот когда знаменитый штурм Белого дома, все это, но ведь до штурма Белого дома переворот там продолжался несколько дней. То есть вот эти танки, которые обстреливают Белый дом в России, я имею в виду в 93-м году, это появилось уже там на третий день или какой-то там день этого противостояния. А в первый день, я точно помню, как показывали в новостях, потому что они Останкино-то захватили, вот эти люди захватили Останкино, которые устроили переворот. И там командующий этим переворотом генерал Рудской, летчик как раз знаменитый, он же вице-президент Российской Федерации, он был при Ельцине вице-президентом, он в телефон кричал, летчики, переходите на нашу сторону, значит, приказываю, поднимайте воздух в боевые машины и бомбите танки, которые едут по нам стрелять. То есть он, как командующий ВВС, отдавал, ну, вернее, он не был в этот момент, конечно, бывший командующий ВВС, он отдавал этот приказ, его не выполнили, поэтому тоже ВВС не перешли на его сторону и тоже провалился переворот. Прямо все, история повторилась спустя 30 лет дословно. Поэтому, да, это был ключ, конечно, к военному, к военной части успеха. Там были другие, я думаю, причины, она была не единственная причина окончания переворота, но это была одна из. Теперь, что с Суровикиным сейчас? С ним делать-то нечего. В том смысле, что я уверен, что никто не пострадает в результате этого переворота. Ну, кроме, возможно, совсем уж мелких чиновников, на которых никто не обращает внимания. Никто из верхушки, из публичных личностей не исчезнет из нашего поля, не окажется в тюрьме. Даже если с ним там сейчас какие-то неприятные разговоры происходят, то через несколько дней он выйдет по телевизору и будет там чем-то указкой. А вот это интересное ваше заявление, потому что, с другой стороны, вы даже послушаете российских оппозиционеров, многих говорят, о, вот теперь начнется 37-й год, вот сейчас начнутся чистки в армии. Почему вы считаете, что не будет этого? Потому что начнется не 37-й год, он начнется только в том смысле, я не знаю, в каком году были чистки в армии, честно, просто не следил за советской настолько буквальной историей. Вот эта часть под названием, там, мы будем сажать всех подряд, вполне могу допустить, но из верхушки никто не пострадает, потому что нельзя сравнивать режим, который был в 1337 году, с режимом, который есть сейчас. В 1337 году вот эти люди, которые возглавляли Советский Союз, конечно, какими бы убийцами, отморозками, преступниками они не были, у них были государственные интересы. У там НКВД всяких и так далее, да, это были абсолютные садисты и убийцы, но они преследовали государственный интерес при этом, пытая и убивая людей. Сталин, как после смерти, не оставил миллиардов долларов на офшорах. И Берия не оставил, и никто не оставил, то есть никто ничего не оставил. Поэтому не было целей личного обогащения, у них не было бизнес-интересов. Ну вот, например, там, не знаю, Сталин приказал расстрелять там кого-то, не знаю, там, жену Кагановича, или что-то такое у них там было, например. Но у него с женой Кагановича не было в Африке совместно рудников, правильно, Бриллиантовых, а у Путина есть. Кого Путин будет сажать, у него с каждым общий бизнес. Не у него, так у Лаврова, не у Лаврова, так у Шойгу. Почему сегодня, смотрите, что происходит? Вот эта русская оппозиция, она почему так говорит? Она думает, что, вот правда, российская оппозиция до сих пор думает, что в России есть государство. Причем прозревших и понявших, что государство именно отсутствует как класс вообще, кто есть в российской оппозиции. Мы бы назвали не Взорова, но его нельзя назвать, он уже украинец, он перестал быть россиянином. Он вообще говорит, что я вообще не украинец, не русский, я вот безграждан. Да, ну уж точно, как говорится, вышел из русских официально, поэтому мы не можем его назвать российской оппозицией. Ну, возможно, наверное, только Ходорковский. Единственный человек, который тоже понял, что в России нет государства, именно поэтому призвал к неким разным действиям. Сейчас даже не будем обсуждать это все отдельно. Нет, а, кстати, это интересно. А вот, Михаил, вот, кстати, это интересно. Вот я это и с Леонидом Гозманом обсуждал, потому что Леонид Гозман как раз вот такой типичный представитель вот этой белорукавчатых оппозиционеров, который говорит, я не готов брать оружие, и я других людей не буду звать. А вот Ходорковский, обратите внимание, Ходорковский один из первых поддержал Пригожина. Пусть он и убийца, и преступник, мы будем с ним дружить, лишь бы он расшатывал государство, которого нет, как вы говорите, режим путинский. И, дескать, надо готовиться к вооруженным формам борьбы. Вот интересно, можно ли сказать, что изменилось сознание российских оппозиционеров вот этих белоперчаточников? Да нет, во-первых, только Ходорковского. Во-вторых, он, кстати, не сказал, мы будем с ним дружить, он сказал, мы будем его использовать, это большая разница, да? Использовать. Мы должны его использовать, это правильно, мы должны его использовать. Дальше. Ходорковский как раз тот самый человек, у которого сознание, если изменилось, то давно, не сегодня, а прямо годы назад, ну уж точно, что с началом войны оно на 100% изменилось, он признал территориальную целостность Украины после 24 февраля и так далее, и все время говорил только о том, что можно свергнуть только вооруженным путем, как раз таки, ну я имею в виду в свое время, это последние пару лет, я не говорю, что это было раньше. Вот. И это человек, сидевший в тюрьме, то есть, понимаете, он вот, мне кажется, что сегодня в России, к власти в России может прийти тот, кто сидел в тюрьме. В каком смысле? Кто бы не пришел... Или Ходорковский, или Пригожин, да? Но есть один нюанс. По сути, да. По сути, да. То есть, как? Прийти к власти в России может только тот, ну, не обязательно тот, кто поставит на карту все, свою жизнь, свое состояние, своих детей, вот все поставит на карту, тогда придет к власти. Любой другой не придет к власти. Вот и все. Никто другой стать президентом Российской Федерации не сможет. Вот чтобы стать президентом Франции, не нужно ставить на карту свою жизнь, семью, жизнь детей, там, и свое состояние. А чтобы стать президентом России, надо, и по-другому не получится. Поэтому Навальный может, Подарковский может, может быть, Суровикин, он тоже может быть сейчас в тюрьме. Поэтому, может быть, тоже может. И Пригожин может, действительно. То есть тот, кто полностью отморозится. У всех, кто сидит рядом с Путиным сегодня, у всех этих топ-10 чиновников, 24 июня была возможность получить кресло президента. У любого из них была возможность стать президентом России. Когда Путин сбежал, любой из них, сев в кресло президента, просто физически. Вот Патрушев мог прийти и сесть в кресло президента. Причем, что старший, что младший. Мог физически это сделать. Мог вызвать к себе тех, кто остался на ОРТ. Ну, понятно, что Эрнст сбежал, но остальных мог. Мог сказать, снимайте, показывайте в прямом эфире обращение мое. И сказал бы, я выполняю обязанность президента, потому что сбежал Путин. До сюда как бы логично. Путин сбежал, я временно исполняю пока это самое. А дальше обратиться к Пригожину. Все это в Москве, которая опустела, все сбежали. А дальше сказать, значит так, Евгений Викторович Пригожин, я согласен с вашими требованиями полностью. Мы расстреляем Шойгу и Герасимова. Прям вот указ о расстреле Шойгу и Герасимова. А об остальном будем договариваться, подъезжайте вместе со своими ЧВК Вагнер. И договориться. И получается, у меня личная гвардия ЧВК Вагнер, я президент России. Все. Это была проблема, решаемая просто за секунду. Почему никто из них этого не сделал? Вот теперь мы и узнали, у них нет государства, у них нет государственных интересов. Каждый из них спасал себя и свои миллиарды, и своих детей, еще что-нибудь. Но никто из них не пытался заниматься Россией. Никого не интересует дальнейшая судьба этой территории. Вот и все. На The Economist вышла обложка, да, все его сейчас очень, эту обложку показывают везде. The humbling of Владимир Путин. Да, ну то есть, условно говоря, усмирение Путина, да, то есть его убивание его гордыни, да, если совсем грубо перевести. По-вашему, вот это усмирение Путина в плане того, что разрушение мифа его такой, альфа самцести, да, о том, что он такой вот, ну, голый торс и медведь, на медведе верхом. По-вашему, насколько вот это для, ну, не государство, а для правящего режима важным было, и теперь вот как будут это исправлять? Вот этими незрачными поездками по Дербентам и каким-то там бизнес-ассоциациям? Ну, я думаю, что это уже больше, чем то, как вы истолковали, потому что вот этот этап, он уже пройден. Этот этап пройден где-то год назад, ну, может, чуть меньше, чем год назад. Вот помните, было такое историческое совещание, когда еще Джонсон был премьером Великобритании. Вот он встречался с Урсулой фон дер Ляйен, там был Шольц, помню Макрон, просто не помню, что это было за мероприятие, но именно там первым сказал, Джонсон что-то пошутил про Путина, что надо его там с голым, давайте изобразим Путина из себя за косплеем, типа, давайте снимемся с голыми торсами, на что Урсула фон дер Ляйен сказал, и на конях тоже давайте. Ну, то есть они вот, это все было в прямом эфире, то есть они явно его опускали полностью, раз он такой, и, конечно, вот это падение из альфа-самца, оно уже произошло раньше, сейчас другое. Сейчас был вопрос, может ли этот не альфа-самец, а просто вот этот дедушка, ну, типа, у него же, говорили, да, 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 он не альфа-самец, но он дедушка, но у него зато есть там Росгвардия, армия, структуры, ФСБ и так далее, поэтому он все равно силен, у него есть атомная бомба, в конце концов, у этого сумасшедшего дедушки. Да, нами правит сумасшедший дед, но зато у него есть вот столько всего, и вот выяснилось, что ничего этого нет, мы еще не знаем ничего про атомную бобу, но остального точно нет. Вот это, вот это страшный ущерб, который произошел, причем ущерб страшен не тем, что это увидели в России, давайте так, кто увидел это в России? Значит, те, кто упоротые его сторонники, там, пенсионеры перед телевизором, они как смотрели его перед телевизором, так и смотрят, им Ростов не показывали, но те, кто пользуется уметь телеграммом, они видели Ростов, они знают, что такое свободная жизнь. Я уже не говорю про сам Ростов, который вкусил настоящие свободы, вот, притчи ВК Вагнер, а другие тоже теперь так хотят такого же хэппининга и праздника, как в Ростове. Поэтому первое, что на внутреннем рынке, это страшно, что они потеряли всех, кто младше, там, 60 лет все, ну, хорошо, может быть, 50, тех, кто вышел на улицу в Ростове, они потеряли, и таких же по всей стране они тоже потеряли, потому что все это видели. Но страшнее, наверное, международное признание того, что нет никакого государства. Мы сейчас, вот я уверен, что наша страна будет предпринимать большие усилия в этом плане, вот я вижу уже даже интервью, которое сдают наши высокопоставленные чиновники по международным каналам, как раз доказывая и показывая вот это, раскрывая эти тезисы, потому что все каналы сегодня, вот вы берете иконами, ну, реально все, все, вот я смотрю там целыми днями CNN, BBC, они все заняты обсуждением ровно того, что происходит в России, ровно того, кто такой теперь Путин, в чем его новая роль. Роль или не роль. Даже вот это жалкое выступление на каком-то экономическом форуме по дигитализации вчера показывали по CNN в прямом эфире полностью, то есть не кусочек, а полностью, с синхронным переводом и с комментаторами, за которые сидели еще отдельно и все это обсуждали. То есть, понимаете, раньше бы кто вспомнил, что Путин выступает на каком-то там форуме по цифровизации. Сегодня настолько важно понять, что это теперь за фигура, и все они постепенно, конечно, приходят к тому, к чему мы быстрее приходим, потому что нам все это видно, мы давно сфокусированы на этом мире и на этой стране, мы много чего видим. Им у них займет чуть больше времени, может, месяц понять, что там нет государства, но они это поймут, потому что они должны пройти путь западный. Сейчас им должны сказать, это эксперты, там не может сесть министр такое решить, в России нет государства. Нет. Сначала экспертное сообщество, сингтенки все это оформят в какие-то доклады, доклады лягут на стол там в министерство, министерство донесут это вверх, вот там информация должна пройти вот так, все эти выводы. Там доверяют своим экспертам, ученым, там кому угодно, ну ученым я преувеличил, скажем, ученые, я не про академиков говорю сейчас, но тем не менее, это нельзя так поковырявшись носу решить, все, в России нет государства. Там это механизм, да, вот он должен сработать, отработать, месяц-два, например, не знаю сколько. Вот, вот это главное. Теперь россияне спасать пытаются, да, спасать пытаются, будут ездить по Дербентам, будут, что они еще будут делать, танцевать там, да все что угодно, поэтому он носится, как угорелый Путин, и, в общем, это ни на кого не сработает. На россиян не сработает, потому что я не вижу, ну, на тех, кто 50 минус, на мировое сообщество, так оно сейчас смеется над этим, то есть все же обсуждают не то, что он сказал на форуме по экономике, на содержание его речи никто не обсуждает, а какого черта он приперся, и кто это такой там в Дербенте, вот это обсуждают на CNN, а не содержание его слов, то есть содержание его слов больше никому не важно, все знают, что он голый босс и, так сказать, и не имеет ничего за спиной. Ну что ж, скорее бы он наконец-то понял. Михаил, спасибо вам большое, Михаил Шайтельман, писатель и политехнолог был с нами, друзья, поставьте лайк этому видео, оно того заслуживает, и подпишитесь на фабрику новостей, если еще этого не сделали. Меня зовут Александр Шульга, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok